Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас мукпанк. Еще я снимаю и влог, но он выйдет чуть позже, если досниму до конца. Сегодня мы с вами будем кушать тушенку. Я подогрела тушенку и поняла, что... Вернее, мама подогрела. Я поняла, что это слишком мало. Добавили еще сюда пюрешечку. И получилось самое то. Давненько не было тушенки. Наверное, где-то месяцев 7, наверное, не знаю. Очень давно. Но я помню, что первый раз я снимала тушенку. Когда мы с моим парнем в первый раз увиделись. У нас было первое свидание. Я пришла домой и решила снять мукпанк тушенка. Как это было романтично, Господи. В общем, как-то так. Сегодня мне написала моя подписчица, уже по совместительству моя уже и подружка, что она заказала кейсы, чехлы для телефонов с Алиэкспресс. Они пришли. И на почте опять с них требовали деньги. То есть, по закону мы должны платить 1 монат 40 копеек, а у нас на почте берут 2 моната. И она попросила чек. И просто взяли от руки, написали какую-то бумажку и дали вот и чек. Я тоже на бумажке могу много чего написать. Я могу написать, я ютубер с миллионом подписчиков. И что? Вот. Так что, честно, вообще меня очень раздражает наша почта. Столько людей без работы. Столько людей с высшим образованием работают где-то продавщицами. А на почтах работают такие вот нечистые на руку люди. Я вам в инстасторисе рассказывала. Один раз папа мне отправил письмо с документами. Из России оплатил. Доставку полностью. Я прихожу на почту. И мне говорят, с вас 1 монат. Я говорю, а за что? Ну, типа, за доставку. И тут я, значит, такая спрашиваю. А дадите ли вы мне чек? И она такая, в смысле? Я говорю, ну, в супермаркете я что-то покупаю. Мне же дают чек. И она такая, знаете, сразу растерялась. Такая говорит, а чековая аппаратка, говорит, сломался. Я говорю, да ладно, какое совпадение. Я говорю, ну, тогда, когда он заработает, чековый аппарат, тогда я и приду за своим письмом. А пока я позвоню в соответствующие органы и поинтересуюсь, почему у вас чековый аппарат аппарат не работает. И она такая, ой, подождите, подождите, возьмите ваши письма. Идите. Больше не приходите. Я миллион раз говорила это в видео, но я еще раз скажу. Мне, честно, не нравится, когда из людей вьют веревки. То есть, если я гражданка Азербайджана, я даю деньги, мне должны дать чек. В любом магазине, в любой аптеке. тем более на почте. У меня такое было с вас 2 моната. Я говорю, дайте, пожалуйста, чек. И она такая сразу 1,40. Я говорю, ну и ладненько, ну и хорошо. Поэтому за свои права нужно бороться. Если это не сделаем мы, не сделает никто за нас. Просто запомните это. Какая тушеночка. С детства обожала тушенку. Просто берешь мясо, оно не настолько вкусное, как реально в тушенке. Это просто, я не знаю, не какие усилители вкуса добавляют, но это просто обалденно. Так что вот так вот. Следующий вопрос. Сняли ли у вас чрезвычайное положение? Как обстоят дела с карантином? На самом деле я, честно, особо уже не смотрю новости. Мне кажется, уже родители, ой, родители, люди смирились с тем, что либо они уже заболеют этим вирусом, и не выживут, либо выживут. Так долго, сколько я сижу дома, никто не сидит. У нас обратно начало увеличиваться число зараженных. Это связано с тем, что у нас было ослабление режима. Вот. И не знаю, что дальше будет. Вроде с каждым днем все открывается, потому что долго все закрыто быть тоже не может. Люди должны как-то зарабатывать деньги. Например, салоны закрыты, рестораны закрыты, в тиктоке было видео, там парень, он говорит, я официант, моя жена работает в салоне красоты. Мы снимаем квартиру, у нас маленький ребенок. Вот как нам жить? То есть, действительно, как жить? поэтому если не от коронавируса, тогда уже все умрут от голода. Ну, по сравнению со всеми нашими соседями, то есть, странами, которые находятся рядом по соседству, у нас дела обстоят просто шик. Мы просто кайфуем. У нас около 800 зараженных, и был период, когда было 400 человек. То есть, резко упало, число зараженных из-за того, что все сидели дома, никто ни с кем не контачил. Как ограничения сняли, так все понеслось. просто вкуснотища, ребята. Следующий вопрос. Как ты считаешь, чему должно учить детей в школе, кроме как уроков? Я считаю, что пора уже, чтобы у нас были, например, университеты или какие-то курсы видеоблогеров, где учили, не знаю, как себя вести на камеру, как, не знаю, набирать подписчиков и так далее. Не обязательно видеоблогеров, школа блогера, например, или какие-то курсы, чтобы были, потому что это тоже профессия. Почему нет? Почему актриса, это считается профессией, а видеоблогер, это не профессия. Вот. Поэтому я считаю, что было бы круто, если была бы какая-то школа видеоблогеров. У меня даже есть мечта такая, типа самой открыть школу. в школу видеоблогеров. Было бы круто, если бы в школе проходили бы психологию. Я не знаю, как у вас, но у нас в школе не проходили. Психология это очень интересный предмет. И каждый раз, когда мы выходили с этого предмета, мы что-то осознавали. Это было очень круто, очень интересно. И я бы добавила этот предмет, наверное, с класса, наверное, пятого по одиннадцатому. Это единственный урок, когда мы сидели и просто слушали учительницу. И просто слушали учительницу. Она такая была в татуировках. Но очень крутая чувиха. Это здесь в Баку было. Все были просто в восторге от нее. потому что она урок преподносила как-то очень жизненно. Не просто чисто, знаете, я отработала свои часы и все, пошла я домой. Не так, абсолютно не так. Она просто настолько с душой относилась к своей работе. у нее была своя книга. Она, кстати, мне подарила свою книгу, которую я прочитала два раза. Ой, господи, психология, это очень интересно. А еще мне было очень интересная экономика. Ну, это уже в универе было. Откуда берутся деньги, почему кризис, не знаю, валюта. Такие моменты жизненные прям. в общем, на этом все. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.